Девушки отдыхают Сильверфолк, Guardian of the Elements Перед нами французско-украинский концептуальный ответ Дьявола На этот раз в виде дополнения Джек Кейн Несмотря на некоторые недостатки, получился довольно неплохой квест Привет всем геймерам! В эфире сотый выпуск вашей любимой программы ФАК и я, Влад Лехов ФАК, это компас в мире компьютерных игр Из нашей программы вы узнаете последние новости игровой индустрии И услышите ответы на вопросы по прохождению Итак, ближе к делу Перед Новым Годом мы рассказывали об игре Сильверфолл И вот, спустя какой-то квартал Легкие на подъем разработчики из Киффс Геймс Выпустили к ней аддон, Guardian of the Elements О котором пойдет речь в сегодняшнем выпуске Что же изменилось в мире, где переплелась магия и технологии И что нового нам пронесло это дополнение Вы узнаете прямо сейчас Действие игры Сильверфолл, Guardian of the Elements Развивается сразу после событий оригинала Не успев отдохнуть после праведных дел по спасению мира Герои сказочной вселенной, где мирно сосуществует магия и технология Столкнулся с очередной проблемой галактического масштаба Над миром вновь нависла угроза уничтожения На этот раз она исходит от таинственного властителя стихии На деле же аддон, Guardian of the Elements Банальная спекуляция идей оригинального Сильверфола Вышедшего год назад А если учитывать, что игра изначально позиционировалась как убийца Или как минимум наследник Диабола То перед нами фактически клон во втором поколении Не скажем, кстати, что это плохо Все-таки речь идет о развлечении Если часть людей предпочитает развлекаться, носясь по уровню и круша врагов Что ж, пускай развлекаются Продажа игра появилась 3 апреля 2008 года Системные требования игры таковы Процессор на частоте 3 ГГц 2 ГБ оперативной памяти 256 ГБ видео И 6 ГБ на жестком диске Сильверфолл Очередной идейный наследник Диабола Герои вместе с парой сообщников спасают мир от зла Массово уничтожая лиц фэнтезийной национальности Выглядит и играется это примерно так Выслушав персонажа, мы отправляемся к месту выполнения задания Увидев монстров, с грозным рыком защелкиваем их левой клавишей мыши Накопив опыт и получив новый уровень Тратим очки на повышение характеристик Сделав задание, возвращаемся на базу Получаем награду и вперед на очередной круг Наша оценка геймплея 4 балла Выглядит Сильверфолл просто таки завораживающе Сначала любуешься тем, как герой, словно опытный самурай, эффектно размахивает своим мечом Дальше наступает очередь боевого заклинания И весь экран начинает полыхать разноцветными огнями Эффекты заклинаний, светяющееся оружие, честно отображаемая одежда персонажа Все видно, все чувствуется, все прекрасно Но выбор таков, либо любоваться на окружающие красоты, либо играть Наша оценка графического оформления 5 баллов Добавляет радости и музыка Она очень красивая и хорошо подходит по духу Спецэффектам также никаких нареканий Все более чем на уровне Наша оценка звукового сопровождения 5 баллов Сильверфолл Гвардиан оф зе Элемент Стоит посоветовать, наверное, только самым стойким поклонникам экшен-РПГ Которые заглотили оригинал и теперь ждут продолжения банкета В итоге перед нами французско-украинский концептуальный ответ Дьявола На этот раз в виде дополнения Проходится за один день и стирается за одну минуту Наша общая оценка 4 балла Гвардиан оф зе Элемент Классический пример эксплуатации оригинальной игры В первую очередь этот проект предназначен, конечно же, для фанатов Об этом говорит и жесткий сторилайн Прямое продолжение Сильверфола И отсутствие прокачки И даже игровые персонажи Разговор с которыми зачастую непонятен Если вы не в курсе, как развивались события в оригинале А сейчас мы ответим на те вопросы, которые могли вызвать у вас затруднения При прохождении этого аддона Первый вопрос В первой же миссии, когда я выхожу за город Меня встречает кучка монстров И без проблем заваливает Как мне с ними справиться? Отвечаем В начале игры ваш герой имеет 45 уровень Но даже его недостаточно для схваток с превосходящими силами противника Перед тем, как выходить из города Повородите по площадям и встретите группу персонажей Которые с радостью согласятся сопровождать вас в вашем путешествии С их помощью вы без труда совладаете с извергами Следующий вопрос Объясните, а как различаются основные расы Сильверфол? Объясняем Основные расы Нельве Люди, эльфы, гоблины и тролли Люди очень похожи на своих сородичей из нашего мира Они равны хороши в магии и во владении оружием Быстро ко всему приспосабливаются и столь же быстро учатся Эльфы хрупкие и невысокие От природы обладают замечательными способностями к магии И прекрасно управляются слуком Тролли здоровенные и мускулистые создания Обладающие незаурядной силой и впечатляющими челюстями Без сомнения, лучшие бойцы во всем Нельве гоблины Мелкие и зеленые, это как раз про них Их кажущие со слабость компенсируются невероятной ловкостью и острым умом С техникой гоблины исключительно на ты Следующая игра это первое дополнение к поселенческой стратегии The Settlers Rise of an Empire Особых изменений в геймплее не наблюдается Зато обновились декорации Игроков ждет такая замечательная страна, как Индия Со всем своим национальным колоритом и спецификой То есть новыми постройками и прочими мелкими приятностями Смотрим! Отдельно взятые философы утверждают, что можно бесконечно наблюдать Как течет вода, как горит огонь и как другие работают Вероятно к числу таких философов можно отнести и фирму Blue Byte Эта компания уже не первый десяток лет с завидной регулярностью Выпускает компьютерные игры, где горит огонь, течет вода И кто-то, совсем даже не мы, усердно вкалывает Так уж вышло, Settlers это самый консервативный из стада стратегических сериалов старперов Доживших вопреки и назло до нынешних дней WayEastern Realm это аддон, который должен помочь геймерам не забыть о существовании переселенцев Дополнение поступило в продажу 28 марта 2008 года Рекомендуемые системные требования Процессор 3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 256 МБ видео, а также 3 ГБ на жестком диске Геймплей принципиальных изменений не претерпел Зимний период сменился тропическими ливнями В это время нельзя ловить рыбу, выращивать зерно, преодолевать бушующие реки Если помните, в оригинале в зимнее время, наоборот, зимой можно было перемещаться по замерзшей воде Появилась возможность использовать геолога, чтобы возобновлять работу каменоломен и рудников И, конечно же, куча восточных прибамбасов, начиная с войск противника и заканчивая землетрясениями, которые насылают местные шаманы именно на вашей территории Также есть пара новых построек и, соответственно, новых видов товаров В общем, нормальный такой аддон Один раз пройти кампанию интересно 4 балла с геймплей Внешняя игра выглядит точь-в-точь как оригинал Никаких кардинальных отличий незаметно Все так же мило, аккуратно и симпатично Маленькие человечки, аккуратные домики Все это живет своей жизнью и радует глаз геймера Мы, конечно, понимаем, что это всего лишь аддон и на многое рассчитывать не приходится Но можно было добавить что-нибудь оригинальное, выберу с точки зрения внешнего вида Например, хотя бы ролики между миссиями сделать более интересными Наша оценка внешних данных 3 балла Озвучка также не претерпела значительных изменений Как говорится, те же там же В чем вы сами можете убедиться 4 балла за звук В итоге про дополнение The Eastern Realm можно сказать так Получилось самое настоящее, обычное такое дополнение И как мы уже сказали Главный его плюс в том, что кампанию действительно можно пройти и еще раз Но если не всю, то половину точно будет интересна Наша общая оценка игры 4 балла Аддон получился довольно интересным Не столько своими гениальными нововведениями, сколько тем, что он просто появился на свет Ведь аддоны для того и нужны, чтобы не дать угаснуть интересу фанатов серии А Сеттлерс, они что в Индии, что в Африке, все равно останутся одной из самых прикольных стратегий Поэтому обязательно посмотрите наши ответы на ваши вопросы по этой игре Первый вопрос Я никак не могу пройти один уровень Мне нужно что-то сделать, чтобы помочь союзникам с добычей камня Но никак не пойму, что от меня хотят Отвечаем Союзники просят прислать к ним геолога Это новая особенность игры Если ваш рудник или каменоломни истощились Нужно подойти к ним своим героям и вызвать геолога При рядом стоящем герое над рудником или каменоломней появляется иконка с рукой Нажимаете на нее, платите некоторую сумму денег и геолог выходит на место То же самое и с добычей воды Если вас просят осмотреть геологом колодец Имейте в виду, что в сезон дождей геолог может идти очень долго Так как, во-первых, он сам по себе медленный Во-вторых, по пути может не быть дорог И в-третьих, он не сможет перейти через бурные реки Следующий вопрос Я не могу получить следующий уровень В задании написано, что нужно несколько богатых домов Как их сделать богатыми и где это можно проверить? Отвечаем В меню информации дома в нижней его части есть пункт, в котором написано о богатстве дома Обычные слитовары, которые производят конкретный дом Постоянно используются и нет проблем с поставками сырья Тогда дом будет богатым Также можете уменьшить налоги Смотрите далее Джек Кейн Несмотря на некоторые недостатки, получился довольно неплохой квест Драйде Фершуля 5 Игра очень специфична И изначально имеет узкоспециализированную направленность Смотрите далее Драйде Фершуля 5 Игра очень специфична И изначально имеет узкоспециализированную направленность Джек Кейн Несмотря на некоторые недостатки, получился довольно неплохой квест Десять лет назад В далеком 98 году свет увидела необычная даже по сегодняшним меркам игра Driver's Education В ней игроку предлагалось выполнить целый ряд заданий по искусству вождения автомобиля И по завершению он их сдать экзамен Эдакая виртуальная школа Присутствовала даже теоретическая часть Правда, адаптированная игра была под ПДД действующей на территории США И нашему игроку была не столь интересна Немецкий проект 3D Фершуля Образца 2008 года Восполняет этот пробел О нем-то сейчас и пойдет речь Жанр Драйде Фершуля 5 Можно охарактеризовать как симулятор автошколы С небольшим уточнением За основу в игре взята система европейских правил дорожного движения Здесь нам предлагают ознакомиться с теоретической частью И тут же приступить к занятиям в поле Начав осваивать азы управления автомобилем непосредственно за виртуальным рулем В игре достаточно внушительный автопарк Это несколько видов легкового автомобиля Джип, классический мотоцикл и спортбайк Сами занятия проходят на улицах европейских столиц Лондон с правосторонним движением Немецкие автобаны Французские сельские дороги И, конечно же, площадка для тренировки начальных навыков На протяжении всего обучения вас будет заботливо сопровождать инструктор И снабжать ценными советами Системные требования игры вполне демократичны Это процессор на частоте 1,5 ГГц 256 МБ оперативной памяти 64 МБ видео И всего 150 МБ на жестком диске Игровой процесс DriveFR Shure 5 Выстроен следующим образом Выбрав интересующий вас урок Вы изучаете его теоретическую часть Затем можете попрактиковаться с инструктором непосредственно в городе И если чувствуете себя подготовленным Переключаетесь в режим экзамена и сдаете его База занятий охватывает всевозможные аспекты Начиная от рулежки на площадке И заканчивая такими специфическими миссиями Как погоня за преступниками на полицейской машине С соблюдением всех правил дорожного движения С оглядкой на специфику игры Наша оценка геймплея 4 балла Визуальный ряд DriveFR Shure 5 Как вы сами можете убедиться Просто никакой Можно было бы конечно сослаться на то Что разработчики не ставили перед собой цель Сделать феерическое шоу А-ля Need for Speed Pro Street Но стандарты сегодняшнего дня Настолько высоки Что выпускать игры с подобной графикой Просто возмутительно Наша оценка графического оформления 1 балл Звуковая составляющая игры Также не блещет оригинальностью Музыку лучше выключить сразу А спецэффекты навевают воспоминания О 8-битном детстве Единственное, что выделяется На фоне всего этого минимализма Хорошо поставленный голос инструктора Наши оценки звучания игры 3 балла Игра, конечно, очень специфическая И изначально имеет узкоспециализированную направленность В первую очередь она будет интересна тем Кто собирается либо сдавать на права По европейской системе Либо просто интересуется Как там обстоят дела на дороге С оглядкой на правила дорожного движения Основной недостаток проекта Примитивная графика Все остальное выполнено очень даже на уровне Будем надеяться Немцы возьмутся за голову И отшлифуют картинку А пока что наша общая оценка игры 3 балла Ну что же Игра в первую очередь цепляет Своим серьезным подходом к процессу обучения Да, здесь достаточно примитивная графика Но это не главное Если вы проявите должную усидчивость То узнаете много полезного Из того, как принято водить авто в Европе Если же у вас возникли проблемы В получении виртуальных прав Смотрите наши ответы На ваши вопросы И советы по прохождению 3DFR Школе 5 Первый вопрос А присутствует ли в игре мультиплеер? Отвечаем Да, возможность погонять И даже кооперативным Повыполнять задания автошколы В игре присутствует Для этого вам придется скачать Соответствующий патч Сайта разработчика Следующий вопрос А как в игре обстоят дела с полицией? Будут ли меня штрафовать за нарушение правил? Отвечаем Как таковой полиции в игре нет А ваши нарушения будут фиксироваться инструктором И исчисляются они в штрафных очках Естественно Если их значение превысит допустимое Урок засчитан не будет Следующий вопрос Я все время забываю включать поворотник при повороте И меня штрафуют Можно ли как-то автоматизировать этот процесс? Отвечаем Нет Концепция всей игры выстроена таким образом Что очень внимательно к подобным мелочам В общем-то ее основная цель Научить вас тому Что на дороге не существует Незначительных нюансов управления И включение поворотников Принципиальный момент в обучении Следующий вопрос А есть ли в игре режим свободной езды? Отвечаем Нет Просто так по городу вам покататься не дадут Только в формате уроков Однако Существует итоговый экзамен Где на вас не будут накладываться Никакие ограничения Кроме карты маршрута Немецкая студия Дек-13 интерактив Уже зарекомендовала себя Среди поклонников адвенчур Своим проектом Анг Пару лет назад Этот квест сумел рассмешить Даже самых тучных геймеров И вот сейчас Разработчики представили На суд общественности Свой новый проект Джек Кейн Главным героем игры Стал реально существовавший Английский капитан Игра отправляет нас Во времена колониальной Англии А нашего героя Джека Кейна Мы обнаруживаем в плену У бандитов Беднягу привязали к стулу И хотят убить Но не тут-то было Сегодня у него Очень важный день Ему предстоит отправиться В путешествие На таинственный остров Для этого вам необходимо придумать Как освободиться от веревки И двух недотек грабителей Подробнее об этом Мы расскажем позже А сейчас Джек Кейн со своей Немногочисленной командой Отправляется на встречу Новым приключениям Его задача Спасти секретного агента Британской империи Пропавшего в тропических джунглях Правда По ходу игры выяснится Что спасательная операция Опоздала И агенты давно Съели местные растения Да-да На злосчастном острове Поселился сумасшедший биолог Некий доктор Т Он-то и вывел Уникальный сорт растений Способный Поедать людей Впрочем настроение у Джека От этого нисколько не спортировалось На протяжении всей игры Он будет шутить И решать самые невообразимые головоломки Системные требования к игре следующие Процессор работающий на частоте 2,5 гигагерца Гигабайт оперативный И 256 мегабайт видеопамяти На жестком диске Адвенчура Джек Кейн Займет 3,5 гигабайта Игровой процесс строится на многочисленных диалогах И доскональном изучении локации Ценители хороших квестов порадуют то, что все возникающие на пути персонажа проблемы вполне закономерны А способы их решения очень логичны Для успеха вам понадобится смекалка и бытовая сообразительность Кроме этого, эпизоды не затянуты Игра проходится буквально на одном дыхании Пятерка с геймплей Графика напоминает нам о том, что проект этот прежде всего заточен под самых юных геймеров Об этом говорят и яркие краски, и сказочные мультяшные персонажи Что же касается качества графики, то с момента выхода Анг Предыдущей работы студии Дэк Драйн Цейн Никаких кардинальных изменений во внешнем виде не произошло Четверка за графику Персонажи в игре озвучены качественно И каждый обладает своим уникальным голосом Это помогло разработчикам создать неповторимые образы главных героев Музыка же наоборот делает игру безликой, похожей на тысячи других проектов Такое ощущение, что разработчики разных студий Используют одни и те же сэмплы и музыкальные темы Что дейдет, конфликте мои глаза Leave the young lady alone at once Четверка за звук Несмотря на некоторые недостатки, мы все же имеем довольно неплохой квест Который придется по душе не только подрастающему поколению игроков Но и вполне опытным фанатам адвенчур Правда, несмотря на это, Джек Кейн вряд ли задержится на вашем винчестере надолго Такие игры проходятся и тут же забываются Четверку получает сегодня адвенчура Джек Кейн Скажу честно, адвенчуры я не люблю Слишком уж там все медленно происходит Но Джек Кейн сумел порадовать даже меня Динамично развивающийся сюжет Яркие персонажи и превосходно оформленные локации Никого не оставят равнодушными Загадки тоже выстроены очень логично Но некоторые из них все равно вызывают вопросы На которые мы ответим прямо сейчас Вопрос А как мне выбраться из лап бандитов, которые меня связали? Ответ Постарайтесь их разотлить Выберите в вине разговора фразу Таких, как вы, я ем на завтрак Один из бандитов тут же ударит нашего героя Стул качнется и из кармана Джек вывалится пирочный ножик Незаметно подобрав его, герой сможет разрезать веревку и ускользнуть от негодяев Вопрос Я оказался на Биг Бене и попытался спуститься при помощи подвесного лифта Но ничего не получилось Теперь бандиты поджидают меня прямо на циферблате Что делать? Отвечаем Вам снова необходимо достать свой ножик На этот раз он оказался в пичьем гнезде Чтобы до него добраться, возьмите тряпку в лифте и намочите ее Затем уберите с ее помощью лед, образовавшийся на одном из карнизов Таким образом, вы беспрепятственно спуститесь на нижний уровень Там найдете мешок с мукой Сбросьте его на голову одному из бандитов Он упадет и разобьет циферблат часов Из-за этого поднимется шум, который спугнет птицу Теперь заберитесь с гнезда нож и отправляйтесь к лифту Останется только перерезать канат и спуститься вниз Рады были помочь вам в прохождении последних игровых новинок Меня зовут Влад Лехов Это был юбилейный сотый выпуск Фака До свидания Совсем скоро увидимся А до этого заходите в форум на сайте муздефиств.ру Меня можно найти и там Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.muzdefistv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма До скорого Субтитры создавал DimaTorzok